МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как вы догадались, на ваших экранах программа калейдоскоп. А это значит, что в ближайшие 15 минут мы расскажем вам о ярких событиях, вкусных рецептах и интересных людях. Мы, конечно, понимаем, что масленичная неделя уже закончилась. Однако не рассказать о широких гуляниях, которые развернулись не только в Рязани, но и за ее пределами, мы просто не можем. Пожалуй, масленицу можно назвать одним из самых приятных отголосков язычества, дошедших до наших дней. Этот древний славянский праздник был настолько широко распространен, что церковь включила его в свой православный календарь, назвав неделю, предшествующую великому посту, сырной или месопустной. Однако большинство традиций празднования пришли к нам из далекого прошлого. Сегодня уже мало кто знает, что раньше неотъемлемой частью этого праздника было катание на лошадях. Кстати, об этой традиции решили вспомнить на конно-спортивной базе в поселке Ласковский, где празднование Масленицы стало уже традиционным. Это у нас традиционный праздник, мы его проводим каждый год, и собирается, как видите, очень много людей. И те, кто посещают наши занятия, и гостей приглашаем отовсюду, знакомые, друзья, родственники, все собираются, те, кто к нам сюда приезжает. Вот, очень веселый у нас здесь проходит вот этот праздник. Первой частью праздника, опять же, по традиции стало театрализованное представление. Гостей развлекала и всяческая сказочная нечисть, и, конечно, главные любимцы публики – лошади. Сначала на них символом уходящей зимы пронеслись снежинки, ну а потом лошадок оседлали румяные золотистые блины. Все выступавшие артисты – это люди, которые занимаются на базе «Рязанский табунок» и уже овладели искусством верховой езды. Вот эти праздники проходят на ура. Те, кто участвует в них, у нас даже небольшое соревнование существует между теми, кто будет участвовать, потому что всем хочется принимать участие в этом празднике, потому что мы шьем очень красивые костюмы нарядные, ну и вообще это настроение веселое. После представления всех гостей пригласили принять участие в конкурсах. Взрослые и дети с удовольствием перетягивали канат, ну а самые смелые попытались забраться на ледяной стол. Кроме того, все желающие могли прокатиться на лошадках. Кто-то предпочитал кататься верхом, кому-то больше по душе пришлись традиционные русские сани. Ну а после активного отдыха всех гостей пригласили на чай с настоящими масленичными блинами. Все те, кто выступали на исконно спортивной команде, конечно, все замечательные. Все замечательные артисты, начиная от самых главных, конечно, исполнителей, которые являются четвероногими нашими друзьями, они самые главные в этом шоу. И заканчивая, те, кто управляет ими, те, кто их любит, те, кто их воспитывает. Шоу замечательное, прекрасное шоу, отличное. Очень интересно. Мы были на Новый год. Гораздо более такая обширная программа. Очень понравилось нам. Мне очень понравилось. Мне вообще кажется, надо побольше такого позитивного общения, приобщения людей, детей, к прекрасному, к общению с природой, к общению с собой, наверное. Подобные праздники на этой конно-спортивной базе стали уже доброй традицией. С одной стороны, это дань нашему прошлому. С другой, прекрасная возможность отдохнуть, подышать свежим воздухом и пообщаться с животными. Основное, конечно, это привлечь людей, молодежь, детей. Потому что занятие верховой ездой и вообще общение с животными, с лошадьми, ну, это самое прекрасное, самое хорошее, что можно представить в этой жизни. Мы себя не представляем без лошадей. Гости получили массу удовольствия и от общения с лошадьми, и от веселого праздника, и от солнечной, по-настоящему весенней погоды. Будем надеяться, что впереди нас ждет не только удачная весна, но и удачный год. Такова одна из традиций. Как масленицу проведешь, так и год пройдет. Да-да, к сожалению, масленичная неделя закончилась, и блины уже никто не печет. Но ведь можно испечь что-нибудь другое. Например, пирог по рецепту Надежды Базякиной. Надежду Базякину, пожалуй, можно назвать кондитером-любителем. Сегодня она печет невероятно вкусные и оригинальные торты и пироги для друзей, знакомых и, конечно же, родных. Готовить она любила всегда, но лишь когда у нее появилось много свободного времени, Надя поняла, что процесс приготовления различных вкусностей доставляет ей огромное удовольствие. Первый пирог я сделала вот именно на этой кухне ровно год назад. Прямо вот буквально ровно год назад я сделала первый пирог, покрытый мастикой в виде машинки, тачкой из мультика. И ребенку моему очень понравилось, и мы решили это делать. Сделали еще один, потом еще один, потом начали заказывать друзья, потом друзья друзей, и сейчас я делаю вот пироги-торты на заказ. Сегодня Надя поделится с нами рецептом домашнего, очень вкусного шоколадного пирога со сметанным кремом. Для него нам понадобится стакан сахара, стакан муки, уже смешанный с чайной ложкой разрыхлителя, два яйца, две столовые ложки какао, а для крема сметана и сахарная пудра. Для начала яйца взбиваются с сахаром. Надя предпочитает делать это обычным венчиком. Вообще существует такое вот негласное правило, если мы добавляем разрыхлитель теста, то в принципе миксер нам как бы не помощник. Взбить лучше все руками, потому что разрыхлитель потом сделает свое дело. Если по старинке с содой, то можно и миксером все это взбить. Затем мы добавляем просеянную муку и перемешиваем, чтобы не осталось комочков. Если тесто получится слишком густым, можно добавить туда немного сметаны. Вот, получилось такое тесто, как густая сметана. И теперь можно какао добавить, наверное, не все. Осталось все это хорошенько перемешать, вылить в форму, смазанную маслом, и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 20 минут. Ну а пока пирог печется, Надя делает крем. Для такого домашнего пирога очень хорошо подходит обычный крем с сметаной с сахарной пудрой. В приготовлении этот крем очень прост. Стакан сметаны взбивается со стаканом сахарной пудры. И, в общем-то, крем готов. В принципе, если готовить, ну, такой прям хороший настоящий торт, у нас это все-таки домашний пирог, то сметану еще, вот этот готовый крем, сметану с сахарной пудрой, его разбавляют желатином. Желатин, чтобы как бы крем был кремом, чтобы он был погуще, чтобы он стоял, он терял форму, например, весь не впитывался. Ну, а теперь уже испеченный корж мы разрезаем пополам и промазываем его кремом. Кстати, если у вас в холодильнике есть замороженные ягоды, то можно растопить их с сахаром, как это сделала Надя, чтобы потом полить этим конфитюром пирог. Вот, в общем-то, и все. Вкусный домашний десерт готов. Мы приносим свои извинения тем, кто соблюдает строгий пост и не может воспользоваться этим замечательным рецептом. Но, как говорится, не хлебом единым. Свежие новости из сферы искусства. В Рязанском художественном музее открылась новая выставка. На сей раз горожанам предлагают познакомиться с творчеством художника из Зарайска. Владимир Пименов, народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств, сегодня живет и работает в своем родном городе Зарайске. Даже те, кто никогда не посещал этот небольшой подмосковный городок, наверняка влюбятся в него, а точнее в его образ, созданный художником на его новой выставке «Против течения живопись». Свою творческую деятельность Владимир Пименов начинал как художник кино. Некоторое время проработал в Минске на киностудии «Беларусьфильм». А вот живописью всерьез, по его собственным словам, занялся довольно поздно. Однако эта выставка, на которой представлено около полусотни живописных работ, не первая встреча рязанских зрителей с творчеством Владимира Пименова. Его произведения неоднократно экспонировались в залах Рязанского художественного музея. И вот в очередной раз художник предлагает погрузиться в созданный им искренний и чистый мир. В нем его воспоминания из детства, портреты его родственников и знакомых, дома и сараи, ворота, ведущие в никуда, маленькие церквушки и ангелы. Владимир Пименов не просто художник, он еще и философ. Его работы пробуждают не только чувства, но и мысли, заставляя задуматься о многом. О себе и о своей жизни. И о том, что делается в нашей стране. Куда уходит все. Что нового появляется. И как с этим новым трудно жить. Ну вот, как-то так жизнь-то ведь за последние 50 лет очень круто изменилась. Особенно круто изменилась вся жизненная среда. А поэтому и нравы тоже. Ну все. У Владимира Пименова много сюжетных картин, по которым можно было бы написать целые рассказы. На некоторых работах мы можем увидеть надписи, которые помогают понять, о чем задумывался автор в процессе их создания. Вспоминал ли свою бабушку и ее дом, думал ли о своей маме или оглядывался на прожитые годы, пытаясь поместить их между двух автопортретов. В любом случае, все картины Владимира Сергеевича зрителю понятны и близки. К этому и стремился автор в противовес современному искусству. Отсюда родилось и название выставки. «Против течения» я ее назвал, потому что современное художественное течение – это инсталляция, отказ от живописи, перформанс или живопись агрессивная. Вот, например, наверху выставка Табенкина – очень хорошая выставка, но такая агрессивная, что в ней очень трудно жить. А я против. Я лирик. На открытие пришли художники Рязани, музейные сотрудники и просто друзья Владимира Пименова, которые были рады встрече с художником и знакомству с его новыми работами. Они у него, знаете, неспешные. Вот как Паустовский говорил, что вот Центр России, он такой вот скромный, и, казалось бы, ничего такого выразительного, бросающегося в глаза нет, а тем не менее такое разнообразие, такая поэзия разлита в воздухе. И вот в работах Владимира Сергеевича как раз это присутствует. Выставка «Против течения. Живопись» будет работать в Рязанском художественном музее до 30 марта, так что спешите насладиться классическим и понятным искусством. Ну а тем временем в Рязанской библиотеке имени Горького состоялся литературно-музыкальный вечер. А посвящен он был женской лирике Востока. О поэтах мусульманского Востока слышали многие. Имена Наваи, Амара Хаяма, Рудаки, Фердауси навеки вписаны в Золотой фонд мировой литературы. А вот о восточных поэтессах вряд ли можно сказать то же самое. Это мероприятие очень, конечно, полезное, потому что сегодня дружить, народы дружить из-под палки не могут. И поэтому формальные различные мероприятия они, в общем, сейчас не очень востребованы. Тут нужно человеческое общение, нужно как достучаться друг до друга. Я считаю, я хотел бы сказать о том, что вот такие мероприятия позволяют, на мой взгляд, преодолеть некие стереотипы. Было ли возможно женское творчество в мире, где действовали суровые законы шариата? Приподнять завесу тайны над целым пластом восточной литературы, созданной женщинами. Такой целью задались организаторы музыкально-литературного вечера, состоявшегося в доме Салтыкова-Щедрина. Всем, кто пришел, напомнили имена женщин, которые внесли свою неоценимую лепту в литературу. Зульфия – это единственная поэтесса, которая обратилась к Пушту и в 49-м году переводит Евгения Онегина. Изумительное стихотворение я помню «Чудное мгновение», которое она адресовала своему мужу, народному поэту Узбекистана. Так что, видите, женщина впервые обратилась к Пушкину. Думаю, это был подвиг со стороны женщины. Присутствующим довелось услышать произведения знаменитых поэтесс и узнать, как жили и о чем писали женщины Востока. Разнообразие тем и глубина взглядов, присущая женщинам чуткость, отраженная в творчестве, сдобренная национальным колоритом, все это помогло слушателям на несколько часов переместиться во времени и пространстве. Взглянуть на мир совсем иначе, через призму иной, интересной культуры. Ну что ж, это все, что мы хотели вам рассказать. Надеемся, что следующая неделя порадует нас весенними яркими событиями. Так что, не забудьте включить телевизор в нужное время. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова